Эх, девочки, ну что, пора мне вам рассказать немножко откровенно. О, мама, вот это я! Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои подписчики! Сегодня в Италии воскресенье, и есть небольшой повод отметить, выпить аперитива Просекко за замечательную новость. Вчера вечером президент, министр Конти сообщил нам замечательную новость, что открываются бары, рестораны, и мы можем спокойно перемещаться по своему региону. Наш регион называется компания, да? Мы живем в провинции Солерно. То есть мы можем по своему региону перемещаться уже без этих бумажек, сертификатов. Ну, пока в масках и перчатках это уже полбеды. Но самое главное, что не нужно уже бояться, что вас остановят, и причину писать, по какому поводу вы поехали. В общем, есть небольшой повод уже отметить. О, мама, вот это я открыла! О, мама, вот это я открыла! Давай, наливай! Наливай, давай! Ничего себе, какой Просекко! Точно праздник! Сейчас дочка моя подойдет. Вот так, гости, дорогие, до чего только ради вас. А где теперь подевался? Вот такой красивый, это символ Дольче Вите Просекко. Замечательно! Что может быть лучше в компании выпить бокальчик Просекко, такой аперитив. Конечно, еще лучше выпить тот же аперитив в баре. Но пока такой возможности нет, наслаждаемся моей верандой. Просекко. На самом деле, это символ сладкой жизни Просекко. Но это не значит, что сам напиток сладкий. Эх, девочки, ну что, пора мне вам рассказать немножко откровенно все, о чем я думаю. И это сугубо личные мои мысли. Что я хочу сказать. Вот я 10 лет наблюдаю за итальянцами, живу здесь, да. И практически что? Ну, я сразу поняла, что для итальянца мы иностранцы, иностранки. Это экзотика. Это что-то необычное. Они, естественно, проявляют к нам интерес, с удовольствием знакомятся с нами, да. Но для серьёзных отношений, как бы нам не хотелось услышать другое, они выберут, конечно же, итальянку. Итальянку. Почему? Во-первых, они говорят с ним на одном языке. Это очень замечательно. Друг друга понимают в одних семьях, традициях. Кто же те замечательные мужчины, которые ищут себе иностранок? К сожалению, в основном это люди неуверенные в себе, отчаявшиеся в жизни, уже потерявшие надежду найти себе итальянку. Неудачники. Думают. Очень многих я встречала подкаблучники или какие-то, которые сидят вот у мамочкой под юбкой, которые уже далеко за 40 лет, они всё ещё сидят. Их говорят католики, которые думают, что, ну, Бог, наверное, не хочет, чтобы я стал богатым, наверное, не хочет мне, чтобы я был счастливым, и так далее, и так далее. Таких очень много, к сожалению. И поэтому их последняя надежда, последняя девочки надежда, это найти себе иностранку. У них такое есть выражение, это не я придумала абсолютно, это такое выражение. Брендите Украина, то есть возьми себе украинку. Естественно, девочки мои украинки, не обижайтесь, это я за что купила, за то и продаю, как я это называю. То есть я это слышала не одиннажды, не единожды, не первый раз я это услышала. То есть они, вот у них такое есть выражение – возьми себе украинку. То есть многие так именно и говорят, что на худой конец я возьму себе вот украинку. Ну, естественно, под этим выражением это может быть и русское, конечно. Они всё в общении. Ну, это такая прослойка людей, которая всех считает. Меня очень многие, очень многие меня спрашивали, когда я отвечала, что я русская, да? Они мне переспрашивали. А, украинка, да? Ну, то есть для них, они многие, к сожалению, не парятся, и для них это одно и то же – русская, украинка. Так что, девочки мои дорогие, не берите близко к сердцу, что я там сказал. Вот что я услышала, то я вам и говорю. Не, ну, на самом деле не всё так плохо. Есть, есть семьи, которые действительно и сделали счастливыми русские или украинские девочки. Я знаю очень много, на самом деле, вот именно украинских девушек, замечательнейших хозяек, которые в трудный момент не бросили своего мужа, которому по 20 с лишним лет прожили в Италии, не бросили его. Очень замечательные хозяйки, девушки, с которыми я действительно имела отношение, мы работали вместе. Действительно, вот женщина с большой буквы, именно вот украинки. Моя очень близкая знакомая Ирина, даже не одна Ирина, кстати. Почему-то много у меня подруг Ирин, именно из Украины. Они замечательнейшие хозяйки, замечательнейшие девушки, которых очень любят сами итальянцы, восхищаются. Так, закончить свою беседу я хочу на оптимистичной ноте, что знакомиться, дружить с итальянцами очень просто и легко. Они любящие, замечательные собеседники и способны поднять нам настроение, девушкам. А что уже будет дальше, конечно, зависит и от нас самих, и от фортуны, и от судьбы, и от всего прочего. Так что, в любом случае, дай Бог, чтобы нам всем было хорошо. Приезжайте в гости. Подписывайтесь на мой канал, слушайте мои откровения, мои мысли, все, что вокруг меня происходит. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Чао-чао.